я рад всех приветствовать на канале фиген life время 22 часа 1 минута суббота 7 мая и сегодня день 73 с алексей марисович алексей рады видеть рад видеть взаимно так но как обычно у нас тут 120 тысяч я пародии размещаю на нас но в основном на меня там самые смешные это я который вирусно заставил всех теперь призывать и подписываться на канал это стало мемом и вот мне можно же ничего не говорить все и так значит я буду это произносить так что я опускаю эту вводную часть и сразу перехожу главному ну что за субботу за этот день что-нибудь новое произошло расскажи нам было вы как эти как всегда очень много информационной войны и рассказывал про то что взяли попасную россияне что российские войска что там значит там всех победили там сям и так далее и так далее попытались бросить про защитников азов стали что они вышли с белым флагом ну так мы видим да да ничего это стандартная процедура на четвертой сутки подряд уже выполняется вернее четвертый раз по мере обмена гражданским кстати ирина верещук объявила что выполнен приказ президента из и всех гражданских с азов стали эвакуировали этот этап гуманитарной операции завершён с акцентом на слове это вот поэтому вот такая история но существенного продвижения нет есть серьезные угрозы реально серьезно северодонецк рубежная попасной той самой меньше на изюмцы на крана славянско-краматорском направлении на акцентом авдеевском пусть бодаются значит на запорожье с на запорожском наши тормознули их на криворожском пытаются подтягивать тыл и и как это у нас говорят когда нечего сказать перегруппироваться перегруппировать вот они там перегруппировать самой их полируем артиллерии и авиации а вот они себе перегруппироваться ну вот примерно так она утопили у на по змеиному нанесли нашу удар утопили там эту сарну, катер на воздушную подушку, предназначенную для перевозки техники, а никакой Макаров не утопили, конечно же. У Макарова ничего этого не было? Да, 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 это было какое-то непоразумение, недоразумение. Недоразумение. И непонятно, откуда информация пошла, да? Это вопрос мы могли, я же говорю, по принципу того же, мы могли закинуть сами российские силы информационно-психологических спецопераций для того, чтобы дискредитировать на нашу и западную прессу. Посмотрите, мол, врут. Объявили, а ничего такого нет. Поэтому ко всем ныне радостным сообщениям, еще раз предупреждаю украинских зрителей, и не только украинских, ко всем сообщениям о том, что мы кого-то в очередной раз победили, надо очень аккуратно относиться и не разгонять, пока не подтвердили официально. Так. А ты можешь пояснить, как работают эти информационные войска Минобороны РФ? Это очень просто. Закидывается под видом украинского аккаунта, где-нибудь... Нет, а они как структурно работают? Они часть подразделений в Минобороне? Да, это часть подразделения вооруженных сил РФ, они разного уровня бывают. Бывают в каждой воинской части, бывают в маленький отдел, отделение из двух человек, а бывают целые большие службы в главном управлении, бывшем главном разведывательном управлении Генерального штаба, который занимается информационной борьбой. Они стратегические операции уже проводят. Это жесткая вертикаль, там все по единому замыслу. Вот, значит, есть и в других службах, типа ФСБ, типа службы внешней разведки. Плюс Россия, что централизованное авторитарное государство, там работает на главный замысел и все так называемое телевидение, как бы, государственное и негосударственное и так далее. Поэтому машина огромная, 4 миллиарда долларов каждый год по таким скромным данным. Но могу сказать, что в Украине непосредственно занималось до начала войны 10 тысяч штатных сотрудников этих служб. 10 тысяч. Так. Вот смотри, вот у нас карта. Это карта институтам войны США, которая представляется. Это не украинская карта, она на английском. Вот. Мы сейчас показываем эту карту, ну, ничего на ней нет, она как глобус. Но просто мы ее даем зрителям для того, чтобы они понимали, о чем идет речь. Стоит телевидение, я же не вижу, не могу даже сказать. Я тебе там кину сейчас, она ничего особенного, карта стандартная абсолютно. Мы ее такую же показывали, вот я тебе ссылку. Вижу, вижу. Да, ничего там особенного у ней. Вот три места, которые нас интересуют. Вот Харьков-сити, да, вот то, что от него голубым обозначено, это контрнаступательные операции, о которых ты говоришь. А, это контрнаступательные, нет, это не операция, операция, это совсем другой размах. это те же самые действия. Да, надо было сказать, что наши двинулись вперед. И трохи, да, я вижу, вижу уже. Трохи там освободили циркуны. А это поселок на зевере от Харькова. Здесь даже обозначили. И взяли, взяли даже пленных. Тут такой широкой дугой наши отодвигают в сторону российской границы, в сторону Белгородской области на РИД. Старосалтов за нами. Там даже арестовали, задержали городского голову, который сотрудничал с оккупантами. Он призвал не оказывать его сопротивление. Ну, подозрение о госизмене, а там, посмотрим, суд решит. Ну, суд решит, пятнарик, по-моему, да? Ну, это очень суровое военное время, это 15, если не пожизненное, может быть. 15, ну, решит суд. Может быть, и пожизненное, тягчайшее преступление, да еще в военное время совершено. Дополнительно тягчающее, да. Перспектива такая вот старой салтов, мы видим, это может такое случиться, что какая-то часть группировки попадет в кольцо, но вообще им есть куда наступать. А они куда, с чего там делать кольцо пока, и чем его делать? Не, не попадет. Единственное, что мы можем потянуть артиллерию и там начать доставать чуть дальше, чем доставали до сих пор, но основная история у них идет по снабжению через Валуйки, Уразово-Валуйки, Купинск. То есть, там далековато от того места, где наша артиллерия. Видим, да, Валуйский район, вот видим его. Вот, но два выступа. Это Изюмский? Ну, такой какой-то он вообще весь. Как я бы сказал, ну, весьма такой. Ну, и я вижу попастное, да, ну, и рубежное частично. Ну, да, за попастному сейчас идет драка, там российские пропагандисты успели радостно доложить, что они уже взяли, но это немножко не так. Немножко не так, на самом деле, да, 117-е взятие попастное только на этой неделе. Как это, российские войска взяли попастное, это уже седьмое попастное, которое они берут на протяжении двух последних дней. Вот, но там тяжелейшие бои идут, поэтому, как бы, посмотрим, что будет. Вот. Ну, как-то, рубежное, да, то же самое, да. Они пытаются обойти, там подрезать. Ну, и северодонецк, это под угрозой, серьезно. Ну, то есть, если, если суммировать к девятому числу, то есть, грубо говоря, послезавтра, к дню, так называемой, победы праздника, задача поставленная выйти на административные границы Луганской, Донецкой области, это точно была такая задача, насколько мы понимаем. Да, даже, даже Луганская не получится. Не получится. Про Донецкую можно не говорить, да, это все. Так, с этим тоже разобрались. Ну, хорошо, больше тут изучать нечего, карту можем убирать. Вот, смотри, появилась информация, было сказано о том, что Россия перебрасывает части из Сирии, вот, это уже серьезное агентство подтвердили, и Дочери вот написала и так далее, перебрасывает в зону на восток Украины, в зону боев, подтягивает оттуда, при том, что по разным слухам там не так много, как оказывается, то есть, там кто-то заявил 63 тысячи, и я смеялся так чуть-чуть со стула не упал. Значит, по реальным 6, по супероптимистичным до 11, вот так вот, вся эта история. Ну, я думаю, это близко, между 6 и 11. Да, потому что, да, все эти 63, я хохотал, это что же, это там, четвертая часть всех российских вооруженных сил наземных там прибывала? точно нет. Или как, да, они не вместились бы туда, там, при их задачах, это самое, но, это очень любопытный факт, перебрасывают их действительно. Представляете, какая радость, уважаемые зрители, там у всех участников этой регаты, начиная от турок, заканчивая Израилем, Ираном и так далее. Израильтяне могут, вернее, израильтяне могут бить теперь невозбранно по иранским силам и по асадовским. До этого было негласное паритетное соглашение, что по россиянам не бьем, а вот по иранцам доставалось, а теперь иранцам будут доставаться вообще безвозбранно, направо и налево. Что касается асада, ему становится очень грустно, потому что вопрос, кто будет стабилизировать его режим. Иран, а авиационная составляющая, которая крайне важна в Сирии, на том театре, при отсутствии ПВО, практически и так далее. Третья, значит, турки, Идлиб провинция, которая крайняя, которая была чуть ли не последняя спорная, где живут теорусское население, за которое в 19-м году крепко пободались российские войска с турецкими, напрямую пободались. Там говорили, что это прокси-силы, но на самом деле это были прямые боестерновения. И ясно, что турецкая армия сделает асадовскую армию с иранцами, как сынков, в отсутствие российской авиации, российских сил. Ну, то есть, цена за авантюру, мы говорили про расширение конфликтов недавно, цена за авантюру, она начала проступать как бы вот уже, как детская переводная картинка все ярче и ярче, политая слезами российских, да, этих самок. Потому что, вот, вот уже приходится бросать Ближний Восток. Очень серьезное завоевание, очень серьезное достижение, стабилизацию режима асада перед тем, как его уже почти сняли с 15-го года. Семь лет провоевали в Сирии и сейчас вынуждены уходить. Я не вижу перспективы вернуться особой, честно говоря. Настолько они плотно завязли в Украине и забирают войска. Когда они вернутся, если они вернутся, даже попытаются, там будет уже все переделано и будет как минимум иранское влияние сильное, как максимум эта Сирия поделится на три условных или четыре условных государства, а пять. Ну, как это были плотно. Да, и Асад будет дневным мэром Дамаска, как бы, да, вместо того, чтобы быть человеком, который удерживает порядка 70%, как сейчас, до вывода российских войск. Такая история. Смотрите, вот очень четко пометим. Это была такая очень серьезная российская внешнеполитическая программа по стабилизации режима Асада. Более того, очень многие корольки, церкви и прочие диктаторчики в Африке в частности, посмотрев на то, что российская сторона действительно способна стабилизировать режимы авторитарные, которые на грани, поверила и пошла очень серьезный контакт с Россией. В Мазамбике, в Центральной Африканской Республике, в Мали. Военные там победили перевороты, или французов вытеснется и так далее, и так далее. Теперь вся эта история может рухнуть, потому что все, что есть, они стягивают обратно воевать в Украине. В Украине это ничего не решит, потому что эти 11 тысяч плюнуть и растереть, а с другой стороны и оттуда ушли. Французы, если они не дураки, могут быстренько вернуть себе влияние и в Мали, и в Центральной Африканской Республике. Итальянцы могут отыграться. Про Африку мы не слышали, что они там же ЧВК воевали. Это же ЧВК, конечно, но ЧВК же тоже забирают. Забирают еще как, ливийцев полно здесь, товарищи. Мы же находим трупы с ливийскими, простите, тела с ливийскими деньгами, с арабскими деньгами, с сирийскими. Погоди, погоди, это русских находят? Да, нет, нет, этих самых, ЧВКшников российских. ЧВКшников? Да, бумажки ливийские. Бумажки ливийские, и так далее. Во-вторых, итальянцы могут оторваться с французами в Ливии, например. Умеют, не хотят, не знают. Умеют, хотят и знают прекрасно. Турки, опять же, туда же могут. Что там еще? Американцы. Та же самая Сирия. То есть, наступает грандиозный передел. Больше всего в этой истории мне сейчас жалко в кавычках Асада, который думал, что вот уже золотую карту уцелел, и тут такая подлядка. Значит, прости, дорогой, мы уходим. И вообще весь Ближний Восток будет переформатироваться. Если израильское правительство не будет тормозить, а оно любит, я сказал, это вслух. А если израильское правительство своевременно произведет оценку обстановки и принят решение в пользу Израиля, то там могут начаться вообще совсем интересные вещи. В этом смысле. Потому что поле битвы Иран открыто-открыто, и в Сирии можно отлично сразиться. И ослабить иранский наступательный потенциал. Я сейчас рассуждаю с точки зрения израильтян, конечно. Вот. Так что, да, тектонические перемены. А все почему? Потому что кто-то хотел взять Киев за 72 часа, а теперь приходится уходить из остальных частей земного шара, на которые потратили огромное количество денег, огромное количество усилий, да и жизней, для того, чтобы там закрепиться, помочь, переформатировать. Самое главное, что Кремлю поверили очень многие такие вот товарищи, маргинальные. Сделали наставку, что они устоят, останутся при власти у Кремля. И таки, да, у них получилось. Более того, влияние расширялось. И так далее. Конкуренция с Турцией. А где ж теперь все это? Все это легло под попасной и будет ложиться дальше. Так что Украине... Пацаны как? Да, да, да. Украине многие должны быть обязаны сейчас в Африке. Вот смотри, как выглядит ситуация. Они для себя, возможно, определили приоритет. Да, они жертвуют фронтами, жертвуют театрами в Африке, на Ближнем Востоке. Бог знает еще где. Но то, от чего они отступиться не могут... Ну, Украина понятно. Это даже не обсуждается. Это само слово. Война. Но вот представь себе, если бы сейчас, учитывая, что они из Армении, из базы отводили части, говорят, что из Южной Осетии других мест отводили и так далее. То есть, если бы это все полыхнуло бы, полыхнуло бы в Грузии, соответственно, между Абхазией и Южной Осетии, полыхнуло бы дополнительно где-то в Закавказье, полыхнуло бы в Белоруссии, считаешь ли ты, ну, во-первых, это сильно бы помогло, потому что там они бы не могли игнорировать, ну, что-то надо было бы делать. Как? Ты покидаешь вообще региональный контур, в котором ты был гегемоном. То есть, получается, ты разрыхляешь вообще свое военное и политическое присутствие в этих проблемных зонах. И туда обязательно, святое место пустое не бывает, туда кто-то приходит. И это напряжение, оно бы, с одной стороны, и помогало бы Украине, ну, то есть, нужно было бы что-то хотя бы предпринимать. А с другой стороны, ну, это же процесс только начался, и он уже не закончится. То есть, это маргинализация, вообще, влияние Москвы на все региональные процессы, ну, большую СССР, конечно, в большей степени. Считаешь ли ты, что такая перспектива есть, что, посмотрев на это, на все, кто-то простимулирует это сам? Не вижу. Не те правительства находятся в тех странах, которые ты перечисляешь, готовые к таким вещам. Поэтому, грузинское правительство нынешнее все четко обозначило позицию, что подлый разжигатель войны Арестович и Подоляк толкает их там на авантюру, а они прекрасно знают, что не выйдет, и грузинскому народу этого не надо, и пятое, и десятое. Санду, президент Молдовы, она защищает свою страну, ее национальный интерес, и она же выразила сожаление, что у Молдовы нет вооруженной силы, позволяющей надежно защитить Молдову, к сожалению, что неправильным строительством занимались с самого начала, что там Азербайджан, но Азербайджану там российские военные умудрились найти какие-то биолаборатории в очередной раз, и азербайджанское военное ведомство сказало, что мы готовы пустить вас на инспекцию и так далее, и так далее, то есть там своя нюансировка, каждая страна принимает решение сама, как защищать свои национальные интересы. Мы и так справимся и поможем всем остальным. То есть ты считаешь, что все, что происходит на востоке Украины, ну и частично на Запорожском направлении и так далее, оно не приведет к быстрому изменению геополитической карты бывшего СССР? А ведь должно было бы, по идее. Ну, в отдаленной перспективе, там, да, может быть, но сейчас нет. Хорошо. Я, тем не менее, скажу, что нас 370 уже тысяч смотрит, мы 18 минут в эфире, не, меньше 17. И все равно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича по его имени, по ссылке в описании к этому видео, вы можете пройти на него и тоже подписаться. Он там смело идет полутора миллионам, это нужно для того, чтобы шире распространять, в том числе и наши эфиры, которые сначала идут у меня, потом и на канале Алексея Арестовича мы таким образом удваиваем, утраиваем, не знаю, аудиторию, так что подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. Хорошо, до 9 мая остается полторы суток, ну сутки, да, ну ладно, сутки. Ты считаешь, или может быть есть какая-то информация, что они действительно готовят мобилизацию, или ничего такого нет? Что они готовят, понятно, только им одним. Это решение в голове одного, двух, трех человек, поэтому примут, не примут. С другой стороны, как это объяснять? Ну вот хорошо, мы объявляем мобилизацию, а чего вдруг? Какие причины? Да, проиграешь? Да, мы там берем, вырезаем, российские граждане, они же не все как гупи еще стали под воздействием этих башен. Часть из них может задаться вопросами, подождите, я вот беру прессу 24-28 февраля, например, там должны были все взять за 72 часа, спустя 74 дня, мы 75, мы объявляем всеобщую мобилизацию, мы с чего, с Украиной не можно справиться, с которой мы обещали, там, в пух и прах, и до Ла-Манша дойти, и так далее, и так далее, или мы с НАТО в июне, зачем нам понадобилась мобилизация, вдруг, что вообще происходит, как ее объяснять, эту мобилизацию? Я согласен, это очень сложно. Понятно, что это целиком внутренняя повестка, и вот ее надо объявить. Как? Что давать в качестве аргумента? Мы столкнулись с передовыми и оснащенными всеми видами современных вооружений странами НАТО, и нам надо победить. Так сама постановка вопроса, давайте победим НАТО, она же по-идиотски звучит на самом деле, абсолютно. Любой россиянин, даже с напрочь отпитыми мозгами, отбитыми, там, последний маргинал, понимает, что НАТО не победит в нынешнем состоянии. Если Украину не смогли победить, то о какой НАТО идет речь? И что тогда? Что объяснять? Зачем она нужна мобилизация? Или уже вражеские полчища двинулись на территорию матушки России, и теперь надо в оборону становиться? Так тоже же не двинулись. Пока вроде. Что? Зачем? Вот я пытаюсь понять, поставить себя на их место, как оправдать эту самую мобилизацию. Потому что, когда радостные западные СМИ разведки, конечно, легко, легко объявлять, что может быть мобилизация. Но у меня сразу вопрос, чтобы что? Как это продавать? От политика что ждут, тем более от президента страны? Позиции. Он должен ее заявить. В позиции должно быть отрежено следующее. Я делаю это потому-то и для того-то такими-то способами. Прошу поучаствовать и мне помочь. Потому что это наша общая боль. Ну так вот, давайте ответим на эти четыре вопроса. Для чего я это делаю? Ну, допустим, победить Украину. Следующий вопрос. А почему я это делаю? Потому что я не смог победить Украину десятью полевыми армиями? Всеми армиями, которые создали, всем десантом, всем морской пехотой и всем спецназом? И еще раз гвардии? Это как? Ах, это потому что их там подло снабдили и там вооружили? А как же, и это националистический батальон, а как же нам рассказывали, что русскоязычное население нас будет встречать цветами? Перейдет на нашу сторону и так далее. Когда же предъявить некого, перешедшего на сторону. Мариуполь взять не можем, Попасную взять не можем. Положили две воздушные армии для чего? Какие населенные пункты взяли? Херсон? Из значимых, из областных центров. Как бы. Наверное, треть сухопутной группировки уже не существует физически. Для чего? За взятие Геройческого Херсона, где украинские демонстрации до сих пор идут? Хорошо. Какими средствами? Сколько мобилизуем? Чем будем снабжать, вооружать? Как использовать, выготавливать? Куда кидать? Я скажу другое. Срочники замелькались, но у нас активно. То есть, их не было какое-то время? И они появились? У нас не было доказательств. Сейчас очень активно замелькали срочники. 98-я дивизия воздушно-инстандартная, срочников много. Еще, еще, еще. И как бы это ни пошли уже вот эти, которых только-только призвали с первого числа. А, кстати, не знаю, знает ли российская сторона, но наш ГУР сообщил, ГУР, по-моему, что срочникам продлевают сроки, которые не увольняют те, которые сейчас в армии. А, ну понятно. Это приказ не выходит о увольнении. Да, да. Это такая история. Предыдущих срочников. Да, история очень печальная, потому что они свое отвоевали, казалось бы, должны были уходить, но нет, не отпускают. Поэтому. Смотри, а это и пленные срочники, и погибшие срочники? Да. Уже и по ним. Да, да. Тут получается, что, что, тогда надо объяснять такие ножницы своеобразные. С одной стороны, используем срочников, а с другой стороны, и новых туда призываем. Сейчас же идет набор, а с другой стороны, надо еще и мобилизация. Так что же вы предполагаете, что вам не хватит тысяч 100 этих срочников, которых вы призываете? 150 где-то. 135 тысяч у них. Да, 150 российский призыв, АБ обычный и так далее. Ну, где-то как. 135. Ну, в данном случае. Часть уйдет, понятно, во флот, в РВСН, в авиацию дальнюю, на поле боя попытаются 50 кинуть. Ну, и как это? И еще плюс к этому мобилизация. Добровольцы, срочники, еще плюс к этому мобилизацию. Да, что же там в этой вашей Украине происходит? Спросят российские народы и надо будет объяснять, что происходит. А что же происходит, если мы, они в очередной раз, там, на четвертый цикл уничтожения нашей авиации зашли, например, уже. Там, наши танки уже трижды уничтожены, с этой точки зрения. Если у нас все уничтожено, то где? Где взятые города, весь, и села, и все остальное. Ну, поэтому такая история. Я буквально сегодня, кстати, смотрел, мельком, в чате мелькнуло, значит, по-моему, это и Скамейкин, и Скобейкин, там выступал этот небезызвестный Ходорёнок, и значит, говорит, не обольщайтесь, друзья, про то, что типа в Украине уже нет резервов. Полно там, говорит, резервов. Ну, имел в виду технических резервов. То есть, что там есть. То есть, они выдавливают из себя, значит, что да, у них есть, чем уливать, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это возможно, в эту сторону, понимаешь, направлено, потому что, возможно, Генштаб ставит, когда мы с тобой говорили о саботаже, вопрос, что мы не можем наличными средствами решить задачу поставленную. Поэтому, ну, вот, хотите проводить мобилизацию, тогда у нас будет ресурс. Возможно, именно так ставится вопрос. А этот размышляет, понимая все те, вот, то, что ты сказал, политические и другие риски, значит, для себя, прежде всего, конечно, а для кого еще? Можно плевать, сколько погибнет. А он прикидывает, а зачем и как? А они говорят, а мы наличными средствами не решим. Ну, давайте возьмите с Сирии перекиньте, ну, с Этрих еще перекиньте, туда перекиньте, бомжатину еще соберите. Ну, смотрите, есть всегда признаки, знаешь, есть в разведке такой принцип, все, что будет, уже есть. То есть, любое будущее событие имеет очень маленькие микросигналы уже задолго до того, как оно отца. Ну, вот такой вопрос. Если собираются проводить мобилизацию, зачем перебрасывать войска из Сирии? Логично. Такой очень простой вопрос. Обрушивать всю конструкцию, которая создавалась десятки лет по поддержке режима АСА, да, там же, что ввода войск еще помогали активно. Для того, чтобы что? Чтобы объявить мобилизацию? Так, если вы мобилизацию объявляете, как нам грозятся, 450 тысяч призываете, нафига эти 11 тысяч из Сирии, что с ними делать? Что они на фоне там нескольких сотен, которые призовут по мобилизации? Вопрос большой. То есть, вы рушите режим дружественный, который вы поддерживали десяток с лишним лет, рушите всю конструкцию, все союзы ваши на Ближнем Востоке, имея в виду через два дня огласить в мобилизацию и как бы получить там кучу военного ресурса, который еще можно и в Сирию будет перекидывать, если нужно, то пошло. Наоборот, усилится там. Но нет, выводят. Следующий вопрос. Вот будут присоединять так называемый ЛДНР в кавычках к России. Ну, хорошо. Если собираются присоединять, зачем назначали послов так званых ЛДНР в России? Послов зачем? Ну, это как раз, это они, знаешь, правая рука, они знают, что делать левые, это на них не проблема. Может быть, но на самом деле тоже такой признак, который заставляет задуматься как минимум. Там и так далее. Поэтому, ну, сирийский вариант при мобилизации, мобилизация Сирии, Сирия мобилизация, мобилизация Сирии как-то вот замкнутый круг получается. Как в анекдоте одно хорошее. Поэтому, ну, посмотрим. Всякое может быть. Это же, мы же имеем дело с путинским режимом. Они могут и пословно назначить, и что-нибудь принять, и кого-нибудь, куда-нибудь, и Сирии вызвать, и одновременно 450 тысяч человек призывать, только я не очень. Я не очень в это верю, честно. Не верю. Я с тобой, я тоже скептик, но наш прогноз, скажем так, который может и не оправдаться. То есть, это не так, что терминально. Вот мы сказали, и сейчас они нас смотрят, скажут, ну да, аргументы у них сильные, давай не будем уже мобилизацию проводить. Мы предполагаем, что сумма аргументов за и против, а баланс сальдо отрицательный. Идиоты. Есть еще аргументы очень сильные, которые заключаются вот в чем, что более неудачного дня, чем для мобилизации, чем 9 мая, трудно придумать. Почему? Потому что 9 мая это день Великой Победы, а день, когда ты 75 дней воюешь и вынужден объявлять мобилизацию, это все, что угодно. Только не победа, это поражение. Поэтому превращать день победы в день поражения, ну, надо быть, конечно, с фантазией ребят в Кремле, кто их знает, наверное, может быть. Они там извращенцы, могут себе позволить. Я допускаю все, что угодно, но чисто так вот, если рационально смотреть, по логике, то это не очень удачный день для объявления мобилизации. Нет, это аргумент серьезный, конечно. Так, нас 425 тысяч смотрят, мы еще побудем в эфире, 27 минут, и мы вот еще о чем. Вот смотри, вроде как они уже не так уверенно рассказывают про решение принятое, молниеносный ответ и самолет судного дня, вот этот тыл, который якобы должен пролететь над Красной площадью. Но я уже комментировал это, что надо быть конченным, просто конченным бараном, чтобы показать населению на параде, вот смотрите, на этом самолете мы улетим, пока вы будете превращаться в ядерный пепел. Ну, у них вообще с чувством юмора плохо, но посмотри на лицо Коношенкова, там и так все ясно, да, но просто как бы это так они демонстрируют, так они сигнал посылают, понимаешь, у них толстая фантазия, поэтому они вот именно так посылают запад звезд, что нет, мы там не до конца еще отступились, мы еще вот смотрите, можем на самолете как-то улететь, хотя, ну, с точки зрения практически, не мне тебе рассказывать, ну, самолет это самое неуместное, неподходящее место, с которым можно управлять, потому что самолет собьют в секунду, где бы он не хотелось, хоть посередине на Урале, будет лететь, его собьют с любой точки, просто это просто смешло, но тем не менее, такое ощущение, что они просто вот им объяснили, как мы понимаем, что ядерное сдерживание теперь не будет коллективным, вот мы видим так, что запад посылает сигнал, что оно теперь персональное, оно означает что? Что мы ударим не по Москве и убьем все население, ответно или превентивно, а мы убьем Путина во всем его бункере со всеми родственниками и всех его из окружения, министров и так далее. И по-моему, это произвело впечатление. Разрешите зачитать? Я сегодня буду скушно, я буду зачитывать. Договор о наступательном ядерном оружии. Дня. Важным дополнением к договору является резолюция Совета безопасности ООН от 19 июня 1968 года. Идентичное заявление трех ядерных держав СССР, США, Великобритании по вопросу гарантии безопасности неядерных государств участников договора. В резолюции предусматривается, что в случае ядерного нападения на неядерное государство или угроза такого нападения Совет безопасности и прежде всего его постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны будут немедленно действовать в соответствии с уставом ООН для отражения агрессии. В ней подтверждается также право государственной индивидуальной коллективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН до тех пор, пока Совет безопасности не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности. Указывается, что любое государство, совершившее агрессию с применением ядерного оружия или угрожающая такой агрессия, должно знать, что его действия будут эффективным образом отражены при помощи мер, принятых в соответствии с уставом ООН. В них провозглашается также намерение США, Великобритании и СССР оказать помощь тому неядерному участнику договора, который подвёгся ядерному нападению. Ну да, это впрямую развязывает руки собственно США и Великобритании для ответа. У них есть резолюция ООН уже готовая воюю на здоровье. Им не нужно будет принимать никаких специальных решений. Более того, они обязались уже, обязались это сделать. Поэтому, ну... Не, у Украины тогда минус, да. Это и заключается. Ну, самый главный ответ. Теперь ответ будет именно не по каким-то инфраструктурным объектам, не знаю, по городам, а это будет конкретно по бункеру. То есть, ты не выживаешь ни при каких обстоятельствах, имеется в виду Путин. Всё, ты минусуешься однозначно. Будет самолёт судной секунды и бункер суднах десяти ведут. Самолёт долго, конечно, да. Нет, но он не дурак настолько. Они понимают, что в самолёте они никуда не полетят. Это и так ясно. Они это просто демонстрируют. Самолёт там развалюха. Он 10 лет назад ещё демонстрировался. То есть, там ничего нет. Люди даже, которые ядерный шантаж снизили на телешоу многочисленных. И там кто-то кричит про ядерный удар, а ему сами ведущие говорят, ну куда, ну что вы, ну это же судьба всего человечества, ну как же мы можем об этом говорить. И Лавров, который заявляет ни при каких обстоятельствах, и там многие другие, которые заявляют, они даже риторику, они могли бы держать ядерную планку на уровне риторики. Но, видимо, им за риторику дали понять, что ребята, как это, может быть, горе, даже за риторику. Поэтому, ну, какая-то вероятность. У нас по Киеву распространяются слухи такие, значит, Алексей спрашивается меня, скажите, уезжать? Я говорю, зачем? А что нас ждет на майские? Я говорю, цветы, наверное, ждут, там, я не знаю, улыбки, теплая погода. Нет. Нам сказали лица, приближенные к офису президента, что будут массированный ядерный удар по Киеву. Не, ну пусть едут, а что? А почему ты говоришь, не надо ехать? Ты им скажи, ну, езжайте, а что? Никогда такого не говорю. Я говорю, вы сами, взрослые люди, вы сами принимаете решения. Я остаюсь. Все мои родственники остаются. Вы можете ехать, куда хотите. Я, конечно, не лицо, приближенное к офису президента, ничего не могу сказать, что происходит в недрах этой таинственной организации. Но если вам сказали лица, которые оттуда, то, конечно, мнением такой инстанции пренебрегать не стоит. Подумайте трижды, если что, да. Другое дело, что президент предупредил, что могут быть удары обычным вооружением, крылатыми ракетами и так далее. И попросил не пренебрегать воздушной тревогой, так и я постоянно в каждом своем обращении через одно прошу не пренебрегать. Это не шутки. То есть, у нас же хорошая такая привычка, воздушная тревога, все сидят на улице, как гуляли дети, так и гуляют, мамы с колясками и так далее. Но это касается тех районов, которые безопасны относительно. А те районы, которые близко к критическим объектам инфраструктуры, то там не надо манкировать, там надо служиться и бежать прятаться. Поэтому и президент еще раз про это напомнил, что да, мы ждем возможных провокаций на 9 мая, победоносных ударов и так далее, и так далее, но ядерное, миль пардон, ну куда, как, зачем, почему. Так, еще одна вещь, которая разгоняется в соцсетях, но ты знаешь, она так выглядит, может, не слишком убедительно, это Крымский мост. Они сами его закрыли, по Крымскому мосту никто не ездит, и типа, ну что, либо они сами по нему ударят ради провокативного эффекта, то ли ударит неизвестно кто, опять кто-то не там покурил. Ты считаешь, ну понятно, мы отвлеченные, отвлеченные. Вот представь, вот пролет, два пролета их не стало, допустим, я сейчас не говорю, допустим, их не стало, ну всего два, я же не говорю, весь там обвалился и заново строить, ну два пролета их вдруг не стало. Какие у этого могут быть последствия, а никто не знает, а кто это сделал, да, как это случилось? Ну это прекращение, срыв темпов, сроков и объемов поставок Крымской группировки 22-го армейского корпуса войска, которые туда переведены, которые действуют на Херсонско-Запорожско-Мелитопольском направлении. И даже частично 810-я бригада морской пехоты действует в Мариуполе и Севастополе, через которые Янукович сбегал, кстати. Так вот, и командир, который юридически погиб в Мариуполе, вернее, в Мариуполе. Так вот, чего я хотел сказать умного, что этой группировке станет очень грустно. Какое-то время они продержатся на складских запасах в Крыму, но оценить эти запасы сложно. Возможно, придется гонять большие десантные корабли с запасами туда, до Новороссийска, там грузить. Все это перемена логистики, это замедление темпов, и это роковым образом может сказаться на судьбе группировки на правой береже Днепра, туда, которая в Херсонской области, на Николаевскую, на Криворожскую, и та, которая под Мелитополем. В принципе, это было бы большое и вкусное действие. Только один вопрос, чем? Бомбочками с Байрактаров, которым туда долететь еще надо, несчастными. Этот мост может в него что-то попасть. А вообще, теоретически, какие-то британские ракеты или американские могут поступить, появиться? Мы не говорим, что они точно будут применены, но которые бы достали. Ну, если бы был бы атак, конечно, да, можно было как-то бахнуть. Но я же напоминаю, что вокруг Крымского моста две бригады ПВО только дежурят, а также самолеты в воздухе и корабельная группировка ПВО, которые прикрываются. И средства радиолокационного и радиотехнического могут, конечно. Радиотехническая разведка находится. Да и вообще, ракетой по мосту это очень сложная история. Чтобы его надежно повредить, там надо... Ну, представьте себе, она летит за несколько сотен километров в край моста срезом, ну сколько, три метра. Это все равно, что из винтовки за 500 метров срез бумаги, листа бумаги А4, поставленным на ребро, как бы, да, попасть. Ну, положено. Это сложно очень. Поэтому, ну, даже если попадаешь, то это же вот как попадали по Белгородскому мосту, то, во-первых, где там те повреждения? Или на Днепропетровскому мосту, в Днепре мосту. Ну, во-вторых, они же специально строятся, чтобы выдерживать такие удары. То есть, это изначально закладывается в дизайне конструкции. А во-вторых, ну, она же не всегда гарантированно подрывается, попав в этот край. Там ванты висят всякие, там ажурная конструкция решетчатая, которая разрушает ракету до того, как она... В общем, эта вероятность такая себе, как цирковой номер. Поймай пулю зубами. Поэтому... Ну, а чем мост лучше всего разрушить? Вот что лучше всего разрушить? Ну, лучше всего авиация разрушает мосты. Если прилетела авиация, махнула бы серебряным крылом и там что-нибудь пороняла такое-такое хорошее, основательное, пятисотки бомбы, например, вот это было бы да. Но могу напомнить, что во время Вьетнамской войны американские авиации, в том числе корректируемые бомбами и некорректируемыми, там валил этот несчастный мост, знаменитый вьетнамский, полтора года, и никак не могла его разломать. Полтора года, чуть ли не ежедневных бомбежек, такие налеты, эдакие и так далее, американские летчики очень хорошо знают свое дело. И тогда знали хорошо. И бомбили, и попытались попадать, и сбивали их немеренно, десятками. Но мост никак, все работал и работал. Это очень непростая вещь. Очень. Ну просто на этой теме многие паразитируют, говорят, вот почему мост не взорван. На чем только не паразитируют. Мы трошки вот это вот съехали в Украине, сразу тебе скажу, было единение нации, там пятое-десятое, мы заехали уже в обычные Сарчи. Понятно, коридор между затмениями, у народа крыша отрывает, кто послабее духом. Политическая борьба вовсю уже пошла. То есть у нас теперь любое действие рассматривается с точки зрения электоральной проекции, там, будущего выбора. Бегают, пытаются замазать друг друга оппоненты, да, в грязь, там, разминированный Чингар, сданный, так, Мариуполь, там, что там нам еще рассказывают и друг другу. Там не уничтоженный Крымский мост, значит, и прочее, прочее, прочее. И всегда, когда задаешь вопрос, хорошо, чем? Чем и как? Они молчат. Но вы власть, вы должны что-то придумать. Мне нравится эта постановка вопроса. Придумайте, придумайте, мы это сделаем. Мы уже все попридумывали, что могли в этом смысле. И, ну вот, просто, ну я не знаю, что там, ну что там надо. Ну вот, там у нас сторона, бывшая министра обороны, назначили в Словению послом, типа, сволочь будет в море купаться, а провалил всю подготовку к войне. Я хотел бы напомнить предыдущих министров обороны, которые, так сказать, продавали украинскую армию, крупнейшую группировку в Европе, продали в Африку, на Ближний Восток, где все эти деньги, куда они делись, за что это все ушло, это большой вопрос, между прочим. А также напомнить, что Таран молодым лейтенантом приехал в Ливию, и я его видел на международных переговорах, у него есть свои недостатки, как у менеджера, но переговорщик он блестящий. И едет он туда не просто так, скажу я так деликатно, а с весьма конкретными поручениями, с которыми он, будучи министром обороны, прекрасно справлялся. И я думаю, справится и в этот раз. Но мы же хватаемся за все, у нас всегда все плохо, у нас там этот самый, разворовывают гуманитарную помощь, 74 уголовных дела. О, да. 74, да. 74 уголовных дела уже по гуманитарной помощи, уже взяли первых нехороших людей, возьмут еще и так далее. Процесс идет, скажите? Конечно, он идет, он и шел с самого начала до заявления некоторых экзальтированных, до этих самых джентльменов. Там другая совершенно посыл был, он был такой, что это вот вы собираетесь в офисе и сжираете всю гуманитарную помощь, прям жрете в три рта, и значит, ладно, там внизу кто-то украл, нет, это вот они все сожрали, и вот посмотрите, какие у него щеки, заворотник и так далее. Вот такой был посыл. Да, безусловно, да. И все они пытались, меня больше всего радует, как они пытаются наладить украинско-американские отношения. Это при том, что количество контактов между американской и украинской стороной ну где-то 12 часов в день непрерывно, как мне кажется. Ну, понятно. Как бы, да. И все пытаются дискредитировать проклятого Ермака, при том, что Ермак трубку не опускает от уха, потому что это непрерывные контакты с американской стороной и со всеми остальными. Он отвечает за американское направление. И бедные американцы не знают, с кем они имеют дело, с кем они говорят по телефону, сволочь. Ни Анжелина Джоли не знают, ни Салливан не знают, ни Блинкен не знают, никто, ни Остин. А наши люди, заходя с фланга, точно знают, как уберечь американцев от контактов со шпионом Ермакова. И так далее, и так далее. И вот Украина уже очень демократическая страна. У нас каждый может ляпать все, что угодно, да. И это немедленно становится. Вот украинская власть должна принимать решение в соответствии с колебаниями настроения граждан, когда каждое переменное настроение должна становиться государственным решением. А на Новолунии, в коридоре затмений, и на полнолунии, 16 числа, особенно должна становиться. Вот. И у нас этот период, это всегда так было, но у нас этот период начался сейчас очень ярко. Очень ярко, вовсю буряет, вовсю сияет, вовсю борется. И все у нас знают, как управлять государством, выигрывать воины, разрушать крымские мосты, применять терраборону, отбивать нападения под изюмом и минировать снова Чангарский перешейк. И так далее, и так далее. Короче говоря, Украина в своей любимой фазе снова вернулась. Поэтому тут надо как это, с поправкой на ветер все это делать. Все, что мы сейчас говорим, все, что мы обсуждаем и прочее, прочее. Это к чему я говорю? Что нам с тобой, мы с тобой тоже входим в новую фазу. Мы будем вынуждены разгребать кучу всех этих историй, все больше и больше, потому что началось это сейчас уже первые призначки, это вбросы вот этих победобесных вещей, типа мы утопили адмирал Макаров, а потом долгое, двухдневное объяснение, что это не так, что это лажа, чистая псу. И разоблачением других вот этих вещей. Не знаю, замечаешь ты или нет, мы незаметно скатываемся в разоблачение фейков, которые носятся по русскоязычному информационному пространству. Я стараюсь, я стараюсь. Ну, потому что ты виноват, а потому что их такое количество, на которое нельзя уже не реагировать. и вот эта вот история начинает этот молох информационный замалывать нас. Так вот мы о них, конечно, будем говорить, потому что фейки нужно разоблачать, но я вас уверяю всех, что мы будем очень четко проводить свою линию. И эта линия целиком направлена на то, как это, давайте сформулируем, на военную победу Украины в войне с Россией. Ну, что же, мы были в эфире 43 минуты, 455 тысяч нас смотрят, и подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, подписывайтесь на канал Алексей Аристович по его имени, ссылка в описании к этому видео, есть еще на моем портрете QR-код загорается телеграм-канал Фейгин Лайв, там масса, чего мы публикуем, анонсы и так далее, это тоже полезно, те, кто имеет свой телеграм-канал, на него тоже подписывайтесь, ну, что, мы завтра в 74-й день, как всегда, в 22.00, ничего не меняется, все так же. Завтра G7 заседает, и президент Зеленский там принимает участие. Вот будет повод. Будет интересно, да, да. Все, что знаем. Алексей, благодарим тебя, так сказать, завтра тебя ждем с нетерпением. Абсолютно. Спасибо.